Война с Украиной идет уже полтора года. За это время главный идеолог массового призыва успел сесть в тюрьму. Когда выяснится, что враг превосходит нас не в три раза, а в четыре или в пять, все равно мобилизацию придется проводить. Ожидал мобилизации Евгений Пригожин, но вместо нее получил личную могилизацию. Количество бойцов в подразделениях сокращается. Если раньше рота выполняла задачу силами в сто с лишним человек, то теперь это пятьдесят или шестьдесят. Когда количество личного состава падает вниз, то естественно и гибель бойцов увеличивается. Поэтому люди должны быть подготовленными. Для этого надо их мобилизовать и готовить. Прошлогодний опыт показал Путина непопулярными решениями не напугать. Тем более, когда его к ним деликатно подталкивают. Тут важно понимать, что мобилизацию объявляют военные. То есть им вообще политические проблемы, их не интересуют. Политикой занимаются другие люди. Военные просто придут к Путину, как они пришли к нему в сентябре и сказали, ничего не знаем, нужна мобилизация. А то, извини, нам придется сейчас отступать. Все. Вот эти господа типа Гурулевой компании, они в меру своих генеральских мозгов пытаются объяснить, зачем все это нужно. Но от этого вдруг ужас становится, да? Потому что они тупые. Судя по делам на фронтах, генералы к Путину уже подходили. И им было что сказать. Да и не только генералы. Запорожский Гауляйтер Балицкий неделю назад после общения с Путиным платоядно отметил. Мы еще ничего не начинали. Осенью будет много интересного. Еще один косвенный признак грядущей мобилизации это дефицит добровольцев. Минобороны серьезно рассчитывал на них, а получили от 30 до 50 тысяч человек палочных безумцев за все время агрессии. И это критично мало. Тем более, что и этим людям нужна будет ротация. Не помогла даже шумная компания по записи добровольца. Саша, он думает, как прокормить семью? Как подарить сыну велосипед? Как оплатить долги по ЖКХ? Надеяться на удачу? Действовать рисковыми путями? Ждать, что все однажды изменится? Все это ненадежно. Но выход есть. У Саши друг Петя. Он смог вырваться из такого же замкнутого круга и изменить свою жизнь. Как ему это удалось? Петя взял судьбу в свои руки и записался добровольцем. Опыт прошлогодней частичной мобилизации у Минобороны скорее отрицательный. Многие увильнули, кто-то уехал. Но набив шишки на прошлых ошибках, военкомы научили действовать иногда тоньше, а иногда жестче. Например, ввели электронные повестки. То есть раньше можно было вручить повестку лично в руки и под расписку. А теперь она переходит через госуслуги. А штрафы за неявку в военкомат теперь выросли до 30 тысяч рублей. Стоит помнить. Да, штрафы подняли. Но это по-прежнему административка. Никакое тюремное заключение. Вам не грозит. Штрафы, ну да, 30 тысяч. Да, страшно много. Целая прям небольшая зарплата, предположим, житель небольшого города внутри страны. Уголовную ответственность за уклонение от мобилизации должны ввести уже в ближайшее время. Правительство уже одобрило этот шаг. От Думы осталось только легализовать решение в трех чтениях в ходе осенней сессии. Годом ранее те же парламентарии одобряли предыдущую частичную мобилизацию и вводили, вводили, вводили драконовские меры, которые не дают от нее уклоняться. Чего стоит только поражение в правах, занявку в военкомат. По действующим российским законам уклонистов ждет лишение водительских прав, запрет сделок с недвижимостью, невыдача кредитов. Одна из самых подлых мер – это запрет на выезд из страны гражданина после того, как на его имя выписана повестка. Вооружены, предупреждены и начальники предприятий в разных городах. Они своих сотрудников готовы сдать в любой момент. Если вы работаете, не дай бог, в какой-нибудь крупный госкомпании, предположим, в нефтяной компании, даже если вы вполне успешный, ну не док-менеджер, конечно, но вполне успешный сотрудник, необходимый, велики шансы того, что вас мобилизуют. Если вы работаете, короче говоря, в компании, где есть отдел кадров, вы держите ухо во строс этом отделу кадров. И помните, что помимо того, что повысили там всякие штрафы для тех, кто вообще не является по повесткам, очень сильно повысили наказание тем, кто не выдаёт своих сотрудников, если переводить это всё на человеческий язык. Проще говоря, явно будут дальше закидывать небо через отделы кадров. Ну, типа просто приходите, забирайте сотрудников. Под предлогом того, что от сотрудников, соответственно, заманивать, как это было уже много раз, под предлогом того, что зайди и занеси военный билет, тебя тут броню ждёт. Ты счастливчик вытянул счастливый билет, мы тебе броню сейчас, ты приходишь, а там сидит сотрудник военкомата уже с повесткой готов. Таким образом, предпосылок у мобилизации множество. Если вообще причины её не проводить, ну, например, может быть, Путин испугается тащить людей на фронт перед президентскими выборами? Возникает вопрос, кому Путин может, собственно, проиграть? Кто этот могучий участник выборов, которому Путин вдруг сможет проиграть? Это просто нелепо, да? Плюс, давайте честно, если во время выборов будут, выборы совпадут с массовой мобилизацией или будут после неё, ну, хорошо, люди в казармах придут и доблестно проголосуют за верховного главнокомандующего, а что нет. И несмотря ни на что, даже в условиях, когда государство сделало, ну, всё, чтобы пустить на пушечное мясо своих граждан, остаются возможности для того, чтобы в армию не попасть. Способы ухода от мобилизации рекомендуют соответствующий телеграм-канал, ссылка в описании, а ещё проект «Идите лесом». Не существует никакого единого, единый панацин, да? Если вы молодой человек, который ухожил в армии и у которого за плечами нет военной кафедры, ваш спасатель, палочка-выручалочка — это АГС. Распечатывайте договор, заполняйте, носите конвертики при себе, и если вдруг что-то, не мой бог, произойдёт, это вам поможет уйти из военкомата точно. Даже если вы служили, всё равно можно попробовать, это вполне может сработать. И готовьтесь бороться за свои права.